Здравствуйте, дорогие товарищи! Эта тема жизненно важна всем жителям городов, людям, живущим вдоль трасс и в 2-3 километров от них в стороны, всем, живущим восточней промышленных зон, центров, крупных химических заводов и фабрик, мусоросжигательных заводов и тому подобное, поскольку в северном полушарии, подскажу для тех, кто не знал, господствующие ветра — это западный перенос, то есть ветра дуют с запада на восток в основном. В современном техногенном мире природа изгажена уже не только в городах, но и далеко за ее пределами. Грязная вода, почва, продукты, бытовая химия, токсичный воздух. Кто не понимает относительно автодорог, поясню. Автодороги, особенно крупные трассы, на километры распространяют выхлопы транспорта от свинца и сажи до бензопирена и альдегидов. Это и выбросы промышленных предприятий. В России жуткая экологическая обстановка в Норильске, Новокузнецке и десятках иных промышленных городах и центрах, особенно находящихся в природных котловинах. А в Казахстане, а у меня зрителей много из Казахстана, к примеру, в Алмате, там просто нет воздушных коридоров из-за неправильной застройки, так как правительство там отменило санитарные нормы, касающиеся ветрозащиты и аэрации. Плюс алматинская ТЭЦ, ну, угли до сих пор работающие. Плюс город построен в котловине, вокруг горы, антициклоны и, как следствие, застойный воздух. А тяжелые металлы, копоть, все это оседает в нижних 50-100 метрах от земли. Ужасная экологическая обстановка и в Астане, в Усть-Каменогорске. Потому и жители Казахстана тоже слушайте это видео внимательнейшим образом. И потом, перешлите ссылку на него своим друзьям, близким, знакомым. Ведь это жизненно необходимо и вам, и им. А куда эти тяжелые металлы поступают? Да в организмы людей и животных. Как? Через дыхание, то есть воздух. Через продукты и через воду. Я уже не говорю о различных ядах и канцерогенах, которые поступают от ужасных строительных материалов. Например, ПВХ-окон, которые сейчас все понаделали себе. А это и формальдегиды, и диоксин. А это онкология в перспективе. Не будем себя обманывать. Ну и разного рода пластика в быту предостаточно, а также в транспорте, на работе. Кто захочет себя дешево обманывать и успокоить, скажут или подумают примерно так. А жить вообще вредно. Сейчас и так все заражено, грязно. Сейчас чистых продуктов не найти. А именно так, хотя бы и не открыто, а подсознательно говорит себе 90% населения. Помните, неосознанная жизнь – это гарантированный залог серьезных болезней и ранней смерти. Иногда мучительный. А глупость – не помощник, а враг. А потом еще люди удивляются и ропщут. Отчего же у меня рак? За что такое наказание? Так за глупость и наплевательство по отношению к себе. «Поговорил, забыл» – это тупиковый подход. Глупый, непродуктивный, вредный, дешевый самообман. Во-первых, не везде так. Есть и чистые места, и всегда можно переехать. Да, почти всегда и абсолютно. Ведь как-то это делают другие люди. А у них, представьте, тоже и работа, и родственники, и т.д., и т.п., а? А во-вторых, вы способны изменить свою жизнь, работу, быт, если реально, конечно, осознаете, что вы себя травите. И как раньше, уже не будет. Пора забыть про эти сказки и фантазии в желании прожить, как любимая бабушка и дедушка лет, скажем, по 90 и более. И спокойно умереть ночью во сне. Ни о каком долголетии речь уже не идет. Как бабушки с дедушками вы не проживете. Тем более, если вы еще и курите, и пьете алкоголь, едите всякую гадость. А генетика уже не так, а вокруг сотни факторов, которые убивают вас каждый день. Объективных, антропогенных, то есть вызванных технологиями, человеком, промышленностью, вредных факторов. И ладно бы умереть молодым, как многие мечтают, быстро и спокойно. Но, скажем так, у каждого пятого жителя Гонконга, я сейчас говорю, без малейшего преувеличения, со знанием дела. Эта информация получена мною много лет назад, еще лет 10 назад, от медиков оттуда. Так вот, в Гонконге у каждого пятого жителя онкология. Рак той или иной стадии, тот или иной вид рака. И вы, наверное, если глаза на правду закрывать не будете, видите, как молодеет рак, и как поголовно люди, как эпидемия, начинают болеть онкологией. И это неудивительно. И это уже не быстро в раз умереть. И неспокойно. Вот о чем стоит задуматься прямо сейчас, каждому человеку. И не забывать никогда об этом. Боком выйдет такая забывчивость. Хорошо, хорошо, ну допустим. Ваши родственники так неосознанно живут, не вы. Так их тоже жалко, не так ли? Помогите им, своим друзьям, близким, родственникам. Пошлите им на это мое видео ссылку. Может, мои слова их все-таки проймут, хотя бы теперь, сейчас. Но вдруг. Может, отключат они свои блокировки самообмана? Надо понять и действовать. А вот как действовать? А вот так. Сейчас я вам поясню. И вы уже, можно сказать, нашли этот выход. Почему? Потому что смотрите это мое видео, которое раскроет вам решение данных проблем. Если вы хотите знать все варианты, что же делать, как уберечь себя от этого ужаса, не травиться больше, и даже вывести из организма хотя бы тяжелые металлы, и, возможно, радионуклеиды, а это реально, то слушайте дальше и очень внимательно, как именно. Если вы все-таки не будете менять место жительства, скажем, переезжать из города в эко-поселение, а их сейчас немало. И, кстати, я оставлю вам ссылку на то видео, в котором я приглашал желающих из числа моих зрителей другого канала «Жизнь на земле» переехать вот в такое место. Но если для вас это невозможно, неприемлемо, вас что-то держит, как клещами в городе, в вашей квартире, даже если она выходит, скажем, на какое-нибудь шоссе, на трассу, или вы не можете пойти на эти шаги по каким-либо иным причинам, даже ради своей жизни, а жить все-таки при этом хотите, то поясню, как и чем хотя бы вывести из организма тяжелые металлы и прочие отравляющие вещества, как вообще не травиться в дальнейшем, какие факторы вредные убрать из своей жизни, я скажу в конце этого видео. А пока как вывести то, что за годы жизни и даже десятилетия вы накопили в себе. О еде и воде я в этом видео говорить не буду. Об этом у меня есть видео, и ссылки на них я оставлю вам прямо под этим видео, потом посмотрите, это очень важно. Я сейчас расскажу вам о воздухе. Хочу только предостеречь вас от ошибок и подсказать варианты защиты от грязного воздуха в быту. Во-первых, нельзя ездить в автомобилях с открытыми окнами. Я просто поражаюсь, когда едет курильщик, пыхтит. Ну, ему и этого мало. Он открывает даже в пробках окна, при том, что у него в машине есть кондиционер. Ну, у кого есть, такие поражают. Таких людей можно просто назвать безумцами. Ну, люди сами себя убивают. Что тут можно сказать? По городу вообще никогда, и по трассам в частности, когда много и где много машин, ездить нельзя с открытыми окнами, только с внутренней циркуляцией воздуха внутри салона. Вы спросите, а как быть зимой? Запотеет, а вы одновременно включаете и печь, и кондиционер. Тогда потеть стекла не будут. А во-вторых, в квартирах надо установить системы фильтрации уличного грязного воздуха и не открывать при этом окна. Ну, это будет и не нужно тогда. Кстати, тогда и пыли в квартирах будет раз в 10 меньше. А главное, ваши легкие не будут фильтровать грязный, зараженный городской воздух, убивая ваш организм. О таких системах я расскажу в отдельном видео. Ждите его. Оно уже было снято почти год назад. Мы просто ждем, когда, сказав, можно что-то предложить. А это будет чуть позже. Подпишитесь на этот мой канал. Внимание, старые зрители, проверьте свою подписку. Возможно, вы не получаете уведомления о выходе моих видео потому, что произошел сбой. Мне об этом программисты рассказывали. Ну, это много у кого такой сбой произошел. Так вот, чтобы не пропустить выход этого и других важных для жизни и здоровья моих видео, сделайте следующее. Отпишитесь от рассылки вот здесь, под видео. И сразу оформите подписку заново. Нажмите кнопку подписаться. Дальше нажмите иконку колокольчика. И третий шаг. Выберите все. Да, все, о чем я говорю. Все, что вам может понадобиться. Ссылки на все это. Я ставлю вам прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Эти два правила, о которых я рассказал, уже большое, огромное дело. Но главный вопрос, как вывести из организма тяжелые металлы и даже радионуклиды, которые вы за годы жизни набрали в себя. Я скоро поясню, что это возможно, и расскажу, как это сделать. Но послушайте чуть подробнее о тяжелых металлах вот эту жизненно необходимую информацию и зафиксируйте это в своем подсознании, в своей памяти навсегда. От этого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь в плане ее качества и продолжительности. Итак, тяжелые металлы, как я уже говорил выше, могут попасть в организм с воздухом, водой, выхлопными газами, табачным дымом, с бытовой химией, с синтетическими строительными материалами. Изотопы тяжелых металлов, как и радионуклиды, оседают во внутренних органах, тканях, в межклеточном пространстве, вызывая различные заболевания, включая онкологию. К этим тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов. Таблицы Менделеева, таких как хром, марганец, кобальт, железо, никель, медь, цин, гали, германия, молибден, кадми, олова, телур, ртуть, вольфрам, свинец, висмут. Тяжелые металлы накапливаются и в растениях, и в животных, и особенно в грибах, которыми люди питаются, собирая часто, буквально в километре двух-трех от автомобильных магистралей, а иногда, что самое страшное, просто в упор к ним. А сколько тысяч населенных пунктов находятся на трассах, притык к которым живут люди, дышат этим грязным воздухом, и выращивают продукты питания, которые в себе имеют вот эту самую таблицу Менделеева, и самое ужасное, что некоторые выращивают эту еду на продажу. Из-за беспредельной техногенной обстановки в наши дни это есть повсеместно, кроме отдельных регионов, где нет промышленности и цивилизации. Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие техногенного рассеивания осуществляется разнообразным путем. Важнейшими из них являются выброс при высокотемпературных процессах в черной и цветной металлургии, при обжиге цементного сырья, сжигании минерального топлива, в том числе от выхлопов автотранспорта повсеместно. Кроме того, источником загрязнения биогеоцинозов могут служить орошение полей и грядок водами с повышенным содержанием тяжелых металлов, внесение осадков бытовых сточных вод в почву в качестве удобрения, сжигание мусора на свалках и частными домовладениями. Вы видели, как идиоты и быдло, по-другому так их назвать, просто грех, сжигают в бочках или прямо на земле в деревнях пластик, остатки строительных и отделочных материалов. Ну и тогда все преимущества жизни на земле, на селе сводятся просто на нет. Ведь гарантированно будет загрязнена почва, грунтовые воды, колодцы те же. Причем не только у них, ладно бы только у них по делам, хотя детей жалко, но и у соседей, которые ни в чем не виноваты, может быть. А потому такие люди просто преступники и подлецы. Вот и думайте, что теперь делать дальше. Но сжигание угля, дизелев, котельных также загрязняет воздух и почву. И это характерно для малых городов, районных центров, поселков городского типа. Вторичное загрязнение происходит также вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов, рудников или металлургических предприятий, водными или воздушными потоками. Поступление больших количеств тяжелых металлов при постоянном внесении высоких доз, минеральных удобрений, пестицидов, содержащих тяжелые металлы. Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной толще, особенно в верхних ее плодородных гумусовых горизонтах и медленно удаляются при выщелачивании, выветривании, потреблении растениями этих тяжелых металлов, а с ними и животными, и человеком. И еще с эрозией почв. Первый период полуудаления, ну, это как в случае с радиацией полураспада. То есть удаление половины от начальной концентрации тяжелых металлов варьируется у различных элементов и занимает продолжительный период времени. Для цинка, скажем, это от 70 до 510 лет, кадмия от 13 до 110 лет, медиа от 310 до 1500 лет, свинца от 770 до почти 6000 лет. Да, я предвижу глупые вопросы и хочу их опередить. Поясню наперед. Не сравнивайте тяжелые металлы промышленного производства с ионными, хилатными формами микро- и макроэлементов, которые жизненно необходимы организму человека и которые должны поступать к нам из органической натуральной пищи и с биодобавками. А вот тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, токсичность которых возрастает по мере увеличения их атомной массы. Их токсичность проявляется по-разному, но они все являются канцерогенами, то есть гарантированно вызывающими различные виды рака. Вопрос времени. Многие металлы при токсичных уровнях концентрации ингибируют деятельность ферментов в организме, что особенно важно, например, медь и ртуть. Некоторые из них образуют хилатоподобные, не путайте, не хилатные, а хилатоподобные, обманка, комплексы с обычными метаболитами нашего организма, нарушая нормальный обмен веществ. Например, неорганическое железо, так как железо, как и прочие жизненно нужные элементы, необходимы нам только в органической форме. У меня было об этом видео, о разнице элементов, находящихся в органической, неорганической форме своего существования. Ссылку на это видео я оставлю. И это одна из причин, почему врачи не могут найти исток ваших негативных состояний от хронической усталости до обмороков. Вроде проверяют организм, патологии пока нет, а человек плохо себя чувствует, живет в полжизни. А это очень может быть по причине наличия тех или иных тяжелых металлов в организме. Такие металлы, как кадмий, железо, медь, взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их проницаемость. Свинец и ртуть образуют устойчивые соединения в организме с белками, аминокислотами, фосфатами и так далее. Образуя в паранхематозных органах и костях депо, которое при длительном воздействии тяжелых металлов может достичь значительных величин. Но это как вспомните, когда останки того же Ивана Грозного и его семьи стали исследовать, то в костях обнаружили огромное количество свинца и ртути, потому что его травили этим. Ну а сейчас наши дни. Не надо людям это добавлять в пищу. Ну, это есть в нашем, что называется, быту. Ну, конечно, не везде есть ртуть, а свинец от машин есть везде. Тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец, мышья, кадмий и алюминий, неизбежно и всегда аккумулируются в наших телах по мере накопления прожитых лет и глупостей. Ну, например, когда человек ест из алюминиевой посуды. Я понимаю, что вы скажете сейчас. Советское, мол, время, а тогда все было, не все. Ну, не все знали, не знали сначала, даже как радиация на организм воздействует. Например, на ВДНХ установили в 50-е годы, в конце 50-х, реактор. Прямо на ВДНХ и туда люди заглядывали в рабочий мини-атомный реактор, в том числе и пионеры. И многие потом поразились лучевой болезнью. Не потому, что вредители наше правительство, а потому, что не знали о этих свойствах. Так же, как и не знали, что происходит с алюминием, вот эти все бидоны с молоком и так далее. Понимаете? Есть из этого нельзя. У меня было об этом видео про то, из какой посуды можно, из какой нельзя есть. И, кстати, про хрусталь. Мое видео очень интересное, бытовой. Посмотрите. Да, и, пожалуйста, не надо сейчас писать, так из чего же есть. А там все говорю. Вариантов больше, чем то, из чего вы сейчас, возможно, едите. Глотаем, вдыхаем мы тяжелые металлы, ну, буквально повсюду. С едой, водой из крана, выхлопными газами, табачным дымом, даже если вы находитесь рядом, а сами не курите, бытовой химией, зубными пломбами. Так что же делать? Главный вопрос, правда? Что же делать? Как вывести, и можно ли вывести тяжелые металлы из организма? И ответ, да, можно. И не только тяжелые металлы, даже радионуклиды. Это комплексный подход, который заключается в применении природных средств, которыми владеют науки фито- и фунготерапии. А именно, фунготерапевтами разработан набор, состоящий из грибного препарата дождевика, который сорбирует и выводит тяжелые металлы и радионуклиды из организма. После Чернобыля были проведены опыты, и я в своем видео про гриб-дождевик это все рассказывал. Сколько штук, какого размера дождевика надо вырастить, чтобы на квадратный метр вытащить определенное количество радиации. Даже такие опыты советские годы после Чернобыля проводили. И гриб-дождевик чуть ли не единственный природный объект, который способен лучше всего остального вместе взятого выводить радионуклиды из организма. И тяжелые металлы тоже, конечно. Так вот, препарат этот специально приготовлен из естественно экологически чистого сырья, иначе смысл. В составе набора также есть препарат трутовик лиственничный. Трутовиков много, именно лиственничный. Об этом тоже видео у меня было, можете посмотреть. А он очищает и укрепляет печень, главный наш фильтр организма. Также набор состоит из других компонентов. На этот набор я оставлю вам верхнюю первую ссылку в описании под этим видео. Плюс к тому, очень желательно, я рекомендую, применять совместно комплекс, разработанный великим ученым профессором Исаевым. На моем канале есть целый раздел, плейлист по лекциям видео с профессором Исаевым. Я ссылку вам на этот плейлист оставлю тоже. Так вот, речь идет про его два препарата. Это Марина и Латалселином. Марина, чтобы вы знали, была создана по заказу правительства СССР после Чернобыльской катастрофы, для защиты и выведения радионуклидов и тяжелых металлов из организмов спасателей-ликвидаторов. Сейчас эти препараты фактически доступны и для вас. Так не упустите же такую уникальную возможность. Если, конечно, вам ваше здоровье и жизнь дороги. Что входит в набор? Как применять тот или иной компонент? Все подробно расписано у меня под этим набором. Ну и еще пару советов. Казалось бы, кинза. А вот у нее есть такая одна интересная особенность. Она связывает и выводит частично, конечно, ртуть из организма. Именно ртуть есть такая интересная особенность у кинзы. Также я рекомендую принимать, потреблять пектин. Ну, продукты с ним. А он, пектин, частично адсорбирует на своей поверхности некоторые соли тяжелых металлов. О чем речь? Ну, например, о свеклее, о редиске. Ягоды, рябины, калины, малины, голубики, клюквы, они частично связывают в нерастворимые компоненты некоторые соли тяжелых металлов. Вот так. И давайте в завершении просто пару слов, а потом вы в видео все же посмотрите про гриб-дождевик, про его уникальные свойства. А точнее, про свойства препарата, концентрата вот этих особых клеток и соединений, находящихся в грибе дождевик, которые и способны на себя забирать и выводить и тяжелые металлы, и радионуклиды. Так вот, этот препарат гриб-дождевик был создан для выведения из организма тяжелых соединений металлов, фтора, хлора и радионуклидов. Он был создан также для очищения лимфатической системы и для выведения из организмов токсинов после перенесения гельминтозов, антибиотиков, заболеваниях почек и дисбактериозов. Ну, а теперь, дорогие товарищи, переходите по ссылке под этим видео. Напоминаю, что все, чем я говорил вам, на что ссылался, ссылки на все это я оставлю вам в описании под этим видео. И да, мы отправляем наши любые товары в любые города России и даже любые страны мира, ну, в страны мира, где есть компания транспортная почта России. Ну, или как в Казахстане есть еще компания российская СДЭК. Да, и отдельно акцентирую. Передайте всем знакомым, кто проживает вот в таких зонах, рядом, или поблизости, или восточнее, вот таких химических предприятий, комбинатов, или в городах, которые находятся как бы в низменности, в котловине, где застойный воздух, где выбросы от промышленности фактически оседают, создавая смог. А что такое смог? Это не дым от дровяных печей. Нет. Это страшные канцерогены, о чем вы теперь уже знаете, поняли, я надеюсь, уяснили, никогда забывать об этом не будете. Итак, выход есть, ну, а все остальное вы найдете по ссылкам под моим видео. Всего хорошего, до новых встреч. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.